всем привет друзья этот прямой эфир и если вы смотрите это видео с нашего канала на youtube значит вы смотрите его в записи но для всех повторю что скоро очередной фестиваль исполнения желаний и регистрация в instagram по активной ссылке в шапке профиля а на youtube она наоборот внизу под видео просто проходите пишите участвую все остальное пришлю всю информацию друзья так вижу добрый вечер народ подтягивается всем еще раз доброго времени суток можете сразу не ждать ничего писать свои сны и полетели вы пишете а я буду вам расшифровывать и объяснять все жду комментарии вижу что только что зашли поэтому будет небольшая добрый вечер добрый вечер заминка подождем сейчас когда успеете написать привет всем привет привет из азербайджана привет добрый вечер привет так девушки был комментарий что мужчина купил и подарил пучок щавеля так вот останавливаю вижу комментарий первый большой вот смотрите когда какие-то овощи ну это я не знаю того считается думаю что да короче зелень когда что-то из зелени во сне то надо учитывать ну допустим в данном случае вкус щавель же кислый поэтому здесь как ни крути но какая-то от встречи или общения с каким-то мужчиной чувство кислоты ну то есть неприятности она будет не смертельно она просто неприятного в чем-то будет общаться с ним так стою на улице и смотрю на небо там много красивых воздушных шаров потом на небе появились и исчезли две молнии а потом с ним пошел красивый чистый водопад я была приятно удивлена короче получается трансформация трех состояний вот смотрите небо воздушные шары потом небо появились и исчезли две молнии а потом небо какой-то красивый чистый водопад шары как символ снов они очень редко означают какое-то реальное достижение потому что вот шарики да как символ подсознание это что-то пустое там же воздух внутри польза от них никакой они кратковременно могут существовать то есть обычно это связано с какими-то желаниями но как правило бесплотными вот потом у вас идет трансформация вместо шариков ну то есть они исчезают появляется исчезать две молнии молнии это какие-то события внезапные вот точно так же как по характеристике сама молния происходит скажем так да то есть это очень достаточно резкое что-то и значимое и вы это даже если захотите не сможете не заметить то есть это что-то что вас обязательно зацепит на что вы обратите внимание если вы просто со стороны видите молнии это может означать что понимаете как когда молния пробегает между кем-то и кем-то да как разряд какой-то это может быть какая-то вспышка эмоций это может быть страх если был страх во сне тоже у вас появляется и исчезает так а потом а пошел красивый чистый водопад но если чистый водопад вода это эмоции водопад это то что на вас ну как бы образно обрушится если чисто то это хорошо но у вас тут идет трансформация трех состояний сначала вам будет казаться но она таки будет происходить что то чего вы желаете это все таки что то не серьезно это шарики ну то есть вы хотите но пока ничего не получается потом будут два каких-то события или два каких-то эпизода которые вас достаточно сильно потрясут это молния а третье это уже водопад но я так думаю что это касается чего-то или кого-то одного вот чего вы ожидаете потому что водопад это хорошо если вы от него не пострадали у вас по характеристике он чистый чистая вода всегда хорошо вообще когда практики есть такие на проекте вот кто опытный да кто уже давно они достаточно сложное смотрят сны в каком смысле сложное когда переходящие сюжеты и когда понимаете чем больше задаешь вопросов чем больше занимаешься практикой тем более объемная информация приходит в ней нужно тоже сориентироваться это можно сделать только со временем когда есть какой-то опыт те кто новенький приходит и сложные начинают после аффирмации вот на проекте для того чтобы вы могли практиковать сны существует серии аффирмации они могут быть могут касаться разных вопросов здоровья детей отношений вопросов ответов предвидения будущего то есть когда вы можете посмотреть проекцию куда будущего отношений какого-то человека дело ситуации так далее это нормально потому что все люди видят будущее когда она уже достаточно предопределено то есть когда сложились какие-то причинно-следственные связи с события и уже понятно что каким-то образом ну рационально непонятно но на подсознательном уровне понятно многие события можно увидеть за много лет это я беру аналитику сбывшихся основном проекте могут за 5 за 7 за 10 лет какие-то события видны за полгода за месяц смотря когда сложилась эта проекция то есть возможность к реализации какого-то события в реальной жизни вот и получается что когда вы смотрите вот это вот все во сне какая-то какими-то аффирмациями пользуетесь то иногда бывает достаточно сложно разобраться что вы там увидели и в этом случае очень хороший совет пользуйтесь простыми аффирмациями они тоже есть когда вы допустим получите ответ да или нет то есть вы не лезете в дебри если вы не поняли предыдущий сон потому что там могло быть больше информации которые касаются вашего запроса вы просто его формулируете по-другому и говорите я хочу знать будет да или нет так вот да это чистая вода вот когда человеку снится сон как ответ на какой-то запрос в том числе ментальный запрос и он видит чистую воду ответ будет положительным так что в любом случае это очень хороший символ книга открытая на одной странице написано вчера а на другой завтра послание от мужчин но послание обычно в книгах не пишут во снах ну ладно это ваш сон ваше подсознание так показала какую-то ситуацию книги когда снятся во снах между прочим часто снится символ они могут снится вот в двух основных вариантов толкования когда книга это некая информация но в таких случаях вы понимаете что эта книга допустим какая-то научная работа до или сборник какой-то информации это не ваша книга и второй вариант это когда книга имеет отношение к вам здесь уместно идиома книга жизни то есть это ваша история ну если я сейчас эту тему начну это на долго будет поэтому я коротко расскажу допустим когда если вы видели на проекте есть серия статей архив гипнотерапевта эти статьи но они из книги архив гипнотерапевта когда люди в регрессе потому что вот у нас есть на проекте программа которая называется сверхсознание эта программа на нее приходят только после того как прошли первые три фестиваль желаний исцеление финансы потому что там очень глубокая проработка потому что там вы должны знать меня привыкнуть ко мне потому что там должна быть определенная степень доверия и потому что там именно в течение программы это не однако это медитация вот как у нас есть на канале где или в вебинарах 1 2 медитации да там вы можете работать с этой медитации сами по себе вот я знаю что просто их скачивать на телефон и потом в течение дня машине едут включат и слушают потому что она действительно перезапускает можно отдохнуть можно переключиться можно так энергии набраться можно какой-то отпустить негатив на сверхсознание там от эфира к эфиру идет усложнение когда человек погружается в регрессии и на каком-то этапе можно посмотреть ситуации которые были в далеком прошлом и в том числе даже в прошлой жизни но это я говорю что это это нужна степень доверия потому что ни один гипнотерапевт он не делает так что к нему придет допустим новый какой-то пациент человек да и он сразу его погрузит регрессию чтобы он мог увидеть какие-то очень скрытые очень глубоко свои собственные воспоминания это идет как накопление какое-то то есть это идет и расслабление и момент доверия и момент привыкания к таким состоянием потому что это состояние и не глубокий сон это состояние не осознанность вот это тоже надо чтобы к этому хотя бы мозг привык вот кстати напоминаю что фестиваль желаний скоро начинается и у нас по ссылке в шапке профиля активная ссылка на регистрацию просто переходите пишите участвую все если вы на youtube смотрите это видео то у нас под этим видео есть ссылка на регистрацию просто переходите пишите участвую я пришлю всю информацию вот и получается что книга эта книга жизни человека вот то что там он разделил как вы написали на одной странице вчера на другой завтра это означает что есть какое-то прошлое которое может влиять на ваши отношения но есть и будущее то есть завтра у вас есть это он вам как вы сами написали прислал такое послание и что у вас эта книга это ваша общая какая-то история получается но если там другой информации не было то потому что вы написали можно сказать только это так дальше про цифры про цифры стоя на перекрестке ночью темно вижу желтую луну она ушла уплыла на запад слышит цифра 2850 ну здесь очень похоже на 28 мая но давайте я еще раз скажу что цифры это информация персонализированная то есть ее вы воспринимаете субъективы понимаете цифры очень часто связаны с передами времени или датами временем события реже они связаны действительно с какой-то стоимостью если они указывают на стоимость ну большинстве случаев цифры это какие-то даты дни поэтому я всегда рекомендую у нас есть вебинар который называется символы времени их очень очень много там по моему четыре эфира в вебинаре понимаете ну это это надо знать почему потому что когда вы разбираетесь в том когда будет реализован сон это важно вы просто будете знать когда что-то может реализоваться в жизни то что увидели во сне это большая часть той информации которую вы знаете заранее да но в цифрах в цифрах может из-за субъективности восприятия быть своя такая ну скажем так коэффициент корреляции или погрешность то есть когда вы записываете цифровые значения себе дневник снов и потом видите как они реализовываются в следующий раз будете знать что вот такая-то совокупность цифры вот в такой-то интерпретации будет для вас означать то 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 да вот поэтому сейчас вы просто запишите перекресток то выбор то есть для вас то какой-то выбор что делать куда идти какое принимать решение то что ночью либо какое-то событие произойдет ночью либо вот сама темнота во снах она часто указывает на то что человек не знает что делать то есть у него нету достаточно сведений для того чтобы принять решение вот просто себе запомнить что решение принимать легко тогда когда информации достаточное количество скажем так критическое если вы не знаете что делать лучше под собирать еще информацию это я вообще говорю не к вашему сну вот а то что желтая луна если там было полнолуние это может быть полнолуние вот кстати можете сейчас взять и по календарю лунному посмотреть 28 мая приходится ли на полнолуние если в вашем сне было полнолуние потому что вы написали что вы видите желтую луну но вы не написали в какой она фазе было добрый вечер во сне деньги что означает вы наверное у нас на новенького я иногда не часто но иногда буду напоминать потому что в аккаунте тоже много новеньких и на youtube тоже много новых подписчиков время от времени буду вот это вот доносите доносите доносить когда вы пишете свои сны именно для расшифровки в прямом эфире вам нужно написать сюжет сна вы сейчас написали один символ символ можно прочитать сонник и у символа всегда бывают два три основных варианта толкования в зависимости от контекста сна и совокупности с другими символами вот просто так написать деньги это не сон это символ тут расшифровывать нечего для того чтобы вас просто направить я скажу что деньги в большинстве случаев если учитывать аналитику сбывавшихся снов на проекте означают деньги но надо знать контекст на для того чтобы расшифровать сон а вы его не написали приснилось что знакомый парень купил мне огромные красные спелые импортные яблоки 7 штук такие подробности в первый раз вижу чтобы я не была голодной значит что он не предложит запретные отношения это наверное вы в соннике прочитали что яблоки могут том числе означать запретные отношения это не всегда запретные отношения это когда подходят во сне и рвут яблоко одно да и хотят его съесть если при этом в этом же сне есть второй персонаж ну как правило противоположного пола вот у вас есть этот персонаж но он вам купил и принес все яблоки это не обязательно что он он же вам чтобы вы не голодная были но он может просто предложить вам близкие отношения может предложить семь штук понимать количество во снах она всегда каким-то образом совпадать с неким количеством в реальной жизни всем штук это может быть указанием на семь периодов чего-то допустим семь месяцев или седьмой месяц что-то такое но отношения я так думаю что что-то он вам предложит именно в плане отношений а вообще хорошо было бы еще обратить внимание съели вы их или нет и если ели то понравились для него что еще он там делал или говорил тоже информация мама вручила мне две пары свадебных туфель одни открытые другие закрыты я сказала и почему сразу их не дала свадебные туфельки они прямо или косвенно имеют отношение к каким-то вашим ухажерам то есть ситуациям когда допустим у вас были есть или появятся поклонники и у них будут серьезные намерения но то что вы маме так сказали что почему сразу не дала это возможно ситуация когда вы скажете что-то вроде того что почему она раньше не сказала что она одобряет какой-то выбор или почему она сразу не призналась в чем-то что она думала по поводу ваших поклонников а то что одни открытые другие закрытые это может означать что ну например когда обувь открытая это часто указывает на летний период когда закрытая это тогда когда не лето да вот здесь вот это тоже самое может иметь значение но я так думаю что я просто не могу вам задать вопросы дополнительные просто порассуждаю вслух вы для себя решите а все остальные слушая это пояснение для себя тоже в отношении других снов что-то могут полезное взять мне кажется это связано с прошлым в чем то вот то что вы сказали почему сразу не дала это значит что то что уже раньше было во снах есть вот этот вот нюанс его о нем надо просто знать потому что у кого нет практики именно в толковании расшифровки снов на такое сложно даже обратить внимание есть такие вещи есть такие сны и ситуации во снах или сюжеты которая сразу указывает на то что что-то из прошлого для примера когда наносит раны это событие которое произойдет во сне во сне если наносит кто-то раны это событие которое произойдет а если у вас не сразу видно рано это событие которое произошло но иногда бывает даже такое что событие произошло а вы о нем узнаете только после сна вот человек который подходит со спины или идет сзади это человек который был у вас уже в прошлом ну дальше там уже развитие сюжета что он дальше будет делать да но это человек из прошлого то есть тот с которым вы уже когда-то общались и дальше уже во сне может быть указание на то что будет между вами ближайшем или далеком каком-то будущем а здесь сама фраза почему сразу их не дала то есть они у нее были то есть это что-то что уже присутствует на момент сновидения как ситуация в жизни вашей спасибо огромное на здоровье прилетели две белые совы гладила их а потом ко мне подошли лев ума терлись обмене и урчали было очень приятно совы во снах это редкий символ но они часто начинают сниться тем кто приходит к нам на проект почему потому что сова это птица которая хорошо видит в темноте у нее тоже есть несколько вариантов для толкования филины это тоже сова только под вид другой да если они ухают или кричат и от крика вы пугаетесь во сне это какое-то плохое известие и скорее всего она придет ночью ну это например то же самое как вороны когда каркают во снах вот но очень часто совы снятся в хорошем хорошим хорошей интерпретации но смысле означают хорошее если вы сову не боялись если это сова была видна вам допустим в лунном свете или под звездами или она была белая как у вас это латентные способности которые вас будут открыты но я так понимаю что у вас есть эти латентные способности просто на проекте вы больше сможете раскрыть а вот то что лев и пума лев это он пума это она то что терлись и урчали это какой-то мужчина и женщина которая достаточно благосклонно будут вам относиться друзья что то у меня сегодня с голосом сложно говорить поэтому я эфир сегодня закончу потому что только сейчас буду все время останавливаться я была вам всем рада хороших снов и хорошей реализации всем пока ваша виктория спасибо спасибо Продолжение следует...